Следует также отметить, что беременность с антифосфолипидным синдромом относится к беременности высокого риска. И это требует ведения беременности по принципу плацентоклиник с акцентом на систему гемостаза и антиаутоиммунные проблемы. Должна проводиться постоянно контроль плацентарной функции, состояние плода. Причем контроль должен выполняться как со стороны исследования базового стандартного коагулограммы, но и добавление в исследование тромбоэластограммы на этапах как планирования, так и наступления беременности и в последующем на всех этапах беременности для как раз прогнозирования, оценки и вовремя назначения препаратов низкомолекулярного гепарина. При наблюдении беременности в Центре Многорепродукции мы всегда уже очень на протяжении многих лет используем специальные таблицы и каждый прием беременной женщины. Врач оценивает все показатели последнего ультразвукового исследования для того, чтобы вовремя обратить внимание на какое-то несоответствие роста и развития плода. В концепции плацентоклиник мы всегда говорим о том, что особенно в беременности высокого риска мы должны смотреть, смотреть постоянно за теми показателями, которые могут показать возможный риск декомпенсации. Мы очень много научились делать для того, чтобы помочь женщинам в первом триместре беременности, потому что вот картинка, которую мы смотрели про плацентацию, это как раз про то, что закладывается в первом триместре беременности. Проявляется потом, а закладывается здесь. И помочь мы можем здесь. И нашей задачей уже во второй плане беременности является тщательный мониторинг, чтобы не пропустить, когда начинает развиваться декомпенсация. У нас там очень немного возможностей какой-то помощи, потому что уже события развиваются, и мы можем только мониторить очень тщательно, аккуратно, иногда помочь какими-то дополнительными нюансами, продлить благополучие. Но в целом это, конечно, это прегравидарная подготовка, поэтому приходите заранее. Вот случилась какая-то история, приходите заранее. Об этом много пишут наши, в том числе зарубежные коллеги, о том, что да, безусловно, когда случилась одна остановка развития беременности, очень часто даже нет результатов обследования, генетического обследования, очень часто до десятой недели беременности, безусловно, мы имеем дело с генетикой. Очень часто. В большом проценте случаев. Но не только. И очень часто вот после одной такой неудачи беременности, конечно, говорить о том, что здесь вот там с высокой степенью вероятности могут быть какие-то серьезные проблемы, нельзя. Но надо понимать, что здесь же накопительный эффект, и мы не знаем, это первая беременность из ряда или это какая-то случайная ситуация. Поэтому, конечно, когда уже случилось две ситуации, особенно если мы имеем хороший результат кариотипа, надо смотреть внимательно, какие здесь еще могут быть причины. Что касается анализа на кариотип плода. Такой анализ можно сдать в нашей лаборатории. Причем можно из любого российского города отправить нам в лабораторию. Там не требуется какой-то супер температурный режим. Можно отправить материал, желательно сразу пробирку с кровью матери. Мы посылаем специальный комплект, и в этом комплекте будет все, что необходимо вам, для того чтобы все собрать и упаковать в термомешочек, и отправить в Москву в лабораторию. Мы выполним этот анализ. И мы рекомендуем это делать сразу с первого случая, потому что именно знание о том, что была или не была эта причина генетическая, это важное знание, это важная информация для того, чтобы мы правильно интерпретировали риск именно антифосфолипидного синдрома. Вот в нашей статье в церапедии по антифосфолипидному синдрому, по которой как раз мы сегодня с вами разговариваем, там четко написано, что два необъяснимых выкидыша. То есть если есть какая-то явная причина, конечно, это не значит, что другой причины нет, но все-таки вероятность этого будет ниже. Ну и все такие достаточно специфичные проявления антифосфолипидного синдрома здесь имеют значение.